Дальше продолжение у нас. Это судейские записки. Как правильно объяснить, что судья это не только арбитр боковой, упадет ковра, а также песнический работник, который ведет запись схватки. От этого очень часто многое зависит, кто первым сделал балл, кому было дало замечание. И ошибки в этой сфере потом влияют на все соревнования. Выиграл синий, отбили красного, неправильно определили победителя. Потому что когда белый болевой набросал, на кучу баллов вопросов нет. А когда счет равный, вот тут возникают проблемы. Правильно верили в судейских записок, чтобы секретарь вас понимал. Очень важно. И вторая тема это шестивальный стиль. С олимпийкой там проблем меньше. Опять же с записью классификационных очков тоже проблем меньше. А вот в шестивале обретают очень большие сложности, трудности. Очень важно, чтобы сами спортсмены могли вести. Вы как тренеры тоже. Когда большие соревнования, особенно у нас юноши, юниоры борются по шестивальной системе. Чтобы вы могли вовремя пускать спортсмена в какой он форме. Либо спортсмен, когда приезжает. Там 20 человек в команде, тренера один-двое. Тренер просто физический, может не успеть все леса вести. Очень важно, чтобы спортсмен умел сам вести шахмату. Опять же знал с кем он был бороться. Мог отследить соперника. Сделать какие-то коррективы на схватку. Правша, левша, преимущественная техника. Все такие нюансы. Первое, чего найдем, это опять же штрафные очки. Чистая победа у нас определяется. Ноль штрафных очков победителя. Четыре штрафных очка проигравших. Соответственно, в шестибале очень большое значение имеет время. Поэтому, когда вы тренер, секретарь, обязательно запись времени. Бывают случаи, когда при равных очках авторецов идет подсчет секунд. За какое время были сделаны болевые. И то спортсмен, кто затратил меньше времени, выходит как бы плюс победителям, либо первым номером в флотопе, либо просто продолжается на вами. Победа по баллам. Разница от четырех до семи баллов. После схватки подводится счет баллов. От четырех до семи разница. Победа победителю одно штрафное, проигравшему три. От одного до трех баллов. Преимущество два штрафных. Победителю три штрафных проигравших. И самый такой сложный нюанс, когда счет равен. Счет на табло равный, но у нас ничьей бы не может, а потеряется победителем. И тут идет градация. Ее надо запомнить, и тогда вы не ошибетесь в определении победителя. Первое, что мы делаем, это считаем количество технических баллов. Счет может быть равным. У одного, к примеру, четыре технические балла, а у другого три балла за технические оценки, за броски и удержания. И один балл за предупреждение. Соответственно, победителем выводится у спортсмен, у которого больше технических баллов. Второй момент. Если технических баллов одинаково, не было, например, предупреждений, или у каждого по одному предупреждению, счет равный, там, 4-4, 5-6-6, смотрит качество технических баллов. У кого больше оценок в 4 балла, если количество оценок в 4 балла равное, у кого больше оценок в 2 балла, и на основании этого будет победить. И третье. Если, к примеру, количество технических баллов одинаковое, качество одинаковое, 4-4, 2-2, 1-1, предупреждений нет. Даже если есть предупреждения. Счет равный, количество технических баллов одинаковое, качество технических баллов одинаковое. Следующее правило. Это последняя техническая оценка. Кто последний сделал технический балл, бросок либо удержали, кто-то побеждает. Потому что интеграция считается наслаждением. И третий момент, когда технических баллов вообще нет. Боролись, предупреждение до предупреждения, 1-1, либо 3-3. Опыт сводили по второму предупреждению. Кто последний получил оценку за предупреждение, кто-то выбрал. То есть моего соперника наказали последним, если я его нагонял, мне дали 2 балла, либо 1-1 балл за предупреждение, там, зависит от того, как он был, 1-1, либо 3-3. Соответственно, если я получил оценку за предупреждение, значит, его наказали. Я побеждаю. По последней оценке за предупреждение. Вот эту градацию надо знать. Тогда вы не ошибетесь с определением объявителя. Теперь переходим к техническим запискам. Как правильно внести протокол, когда вы сидите, вот появляется, вам выдают протокол на стол, у нас синий борец, красный, и дальше идет хронометраж. Оценки записываются вот такой, ну, как это, елочкой, рейсикой, друг за другом. Не пишите в протоколах, оцените друг по другу. Например, вот так. Тогда вы не определите, кто сделал первого оценка, кто вторым. С небольшим подступом. Ну, как противопекрашный времени. Технические оценки у нас записываются. Таким показатом 2 балла, 1 балл. Там будут у нас также 4 балла. Оценки за удержание у нас обводятся кружочком. Оценки за предупреждение обводятся квадратом. Раньше была полочка, сейчас квадратик записывается. Чистый бросок, болевой, окончание схватки с явным обозначается крестиком. Или знак, буква икс, или крестиком. Третье предупреждение, то есть, оно не объявляется, ввиду необходимости объявить третье предупреждение, спасмет снимает со схватки. Икс в квадрате. Спасмет снимает со схватки, ввиду необходимости объявить его предупреждение. И если схватка закончилась с чисто болевым приемом, с явным полегустным, чистым броском, после Икс вы пишете чистый бросок, сокращенный болевой прием, либо ям. Если спасмет снимается со схватки, врачом, мы пишем, можем написать снят врачом, соответственно, это чистая победа, количество баллов, графа баллов. Схватка закончилась, неважно, сделал кто-то бросок, болевой прием нет, вы подсчитываете количество баллов, которые были сделаны в схватке. Здесь в данном счете у нас будет счет 4-3, мы баллы записываем. Если был, например, чистый бросок, баллы все равно ослоются. Здесь был чистый бросок, вопросов нет. Если был чистый бросок у нижнего, счет баллов, вроде бы в пользу верхнего, но чистый бросок у синего, вот результат, а там мы пишем уже ноль, ноль, четыре, и обязательно указываем время. Если фанта закончилась без чистого броска, смотрим, тогда мы спорим на баллы, разница баллов сколько у нас? Один балл, соответственно победа с значительным преимуществом, побеждать у нас красный, два, два, три. Но когда фанта закончилась с полным стечением времени, в принципе, здесь время указывать необязательно. Но чаще всего пишут, если это было 4 минуты, 4 минуты, либо в середине, либо в аромат, некоторые не стесняются. Каждый клетчик не пишет, но с другой стороны загромождать протоколы, прямого указания нет, загромождать протоколы таким временем, заставить 4 минуты, 4 минуты, не обязательно. То есть это ролик не играет. Если фанта закончилась чисто, тогда вы вписываете время, с которым было 1 минуту 30, минуту 30. В этом плане обязательно. И, чтобы не было ошибки, вы победите, фамилию победителя обводите овалом, а проигравшего затеркиваете. Фамилии у меня нету, но это тоже возьмите себя за правило. То есть это дополнительная страховка. Потому что когда вы написали счет, бывает затмение. Вы для этого на соревнования работали по олимпийской системе, вы взяли и победителя написали там, помните, что шахибали, но победителя написали 3. Сейчас. 3, а проигравшего попаду. 3, а проигравшего 2. Вроде мы его обладательствовали. 3. Голосифицировать очка ему дали. Секретарь посмотрел. Часто секретари фамилии не смотрят, там насчет не смотрят, они смотрят до результата. Потому что работы много, вот 3, 2. И вношу в таблицу, 3, 2, 3, 2 пошло. И от 3-х это проигравший. Поэтому победителя мы обводим овалом, а проигравшего зачеркиваем фамилию, ну там, Гленту Квистову. Это дополнительная строковка. Когда секретарь где-то уже сможет визуально отсоединить, вроде проиграл, а вроде обрелён. Можут смотреть на результат встречи, дойти к вам выяснить, и вовремя и пишет проект. Потому что иначе ожидал, может быть, в следующий круг, и будут за пары составить эти проекты. Ситуация схватка. Вторая схватка. Такой ещё знак, буква ФО, кружочек. Это замечание. Замечание мы обозначаем кружочек. Замечание пишем соперику, который его получил. Если вы дали схватку, у нас синий получил замечание, потом, похоже, встреча получил предупреждение, но уже синему мы ничего не пишем, мы пишем балл красному в квадрате. Это обозначает, что синий получил предупреждение. Всё хорошо. Не надо синий никаких пометок ставить. Вот этот балл в квадрате обозначает, что у нас синий получил предупреждение. Второе предупреждение. И схватка закончена. Счёт 3-0. А вот результат встречи у нас побеждает красный, ему дочь красный, проигравшему 4. И точность схватки, это может быть полная схватка, там красный у нас по синий был на каждом, на каждом, на каждом. Может быть ситуация, когда красный не выходит на ковер, его вызывают 3-й секунды. Обязанных вот такое замечательное написать замечание. После минуты сунья на ковер, красный стоит, синий могиле замечание, минуту проходит. Синий стоит, красного нету, в квадрате. Красный стоит, синего нету, мы объявляем, записываем предупреждение в квадрате. Соответственно, здесь у нас уже счёт будет, время будет 0-0. То есть не я. Если схватка закончилась со временем, значит списываем время. Далее, оценка за бросок, оценка за бросок, 4 балла в кружочке это удержание. По правилам борьбы, мы в схватке можем сделать только 2 удержания. Если первое, первое удержание было неполное, либо второе неполное удержание за педик ушёл, либо второе, удержание будет полное, 4 балла. Тогда, в момент, первое удержание было на 2 балла, второе полное на 4. Значит, мы записываем удержание в кружочке, и раз второе удержание было полным, первое удержание мы зачёт. Это оценка, зачёт не идёт. Боец улучшил качество. Если вторая оценка будет 2 балла, тогда у нас в обе оценки по 2 балла остаётся. два удержания вот ситуация. Первое удержание на 2 балла, второе удержание на 2 балла, по концепте идёт зачёт, соответственно, снизу, низкий качество. Есть ситуация, первое оценка у нас попало, второе, он улучшил полное удержание, сделал, первое зачёт. Третье удержание у нас уже по правилам он не может. Если было одно полное удержание, то уже два удержания за схват уходов болезнь проводить не может. Далее, третий схват, оценка, 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 опять ТИКС, чистый бросок, либо бревой приём, мы обозначаем победитель. 0-4, указанное время. 2-3, 35. Следующая схватка, счёт 4-4. Вот они, начинаются сложные ситуации. Здесь мы вспоминаем пункт правил, когда на лесенку считаем, количество технических баллов одинаковый, украсть на сколько технических баллов? у синего. Соответственно, у красного 4 технических баллов, у синего 3 технических баллов, и они запренды предупредили. Соответственно, побеждает у нас дворец с красной бухой. 2,5 на 3. Вот, проблодная сложность ситуации. Ниже, смотрим. Счёт на 5. 8, 8. технических баллов, технических баллов считаем. 1 баллов. У обоих борцов 1,5 на 3. 2,5 на 3. Качественные технические баллы. 1,5 на 3. 2,5 на 3. 2,5 на 3 у нас побеждает борец с красной бухой. Если бы ситуация баллов здесь примерно не 2 балла, а вот такая. 1 и 1. Счёт 8,8. Технические баллы одинаковы, а качество качество уже выше у синего. У него две оценки по 2, а у красного одна оценка по 2 балла и 2 в разбивку по 1 балла. Соответственно, у нас счёт меняется. Даже при условии, что последние технические действия у красного у нас правило качество он выше. Мы сначала оценили количество технических баллов с следующим пунктом качества. Счёт идёт на обороты. 3 на 2,5. Опять формат ячеек. 3 То есть вот эти моменты градации количество технических баллов, качество технических баллов последний оценок. Мы себя постоянно должны проверять. Переравим чуть. Едем дальше. Здесь у нас ситуация проще. Счёт большой, 7,1. Разница. Сколько баллов? 6 баллов. 6 баллов. Соответственно, счёт такой у нас 1,3. 1,3. Побеждает. Борез красный пункт. Ниже ситуация. Счёт 5,6. Мы баллы почитали. Здесь тоже разница очевидна, но проблемы нет в победителе. Разница в 1 балл. Соответственно, у нас незначительное преимущество побеждает сильный. И вот теперь пункт 2. Задача посолки. Вот это самые такие моменты, на которых многие студии у нас ошибаются. Давайте смотреть. Счёт 3,3. Кто побеждает? Красный пункт. Красный. Первый пункт. Количество технических баллов. 3,3. Всё правильно. Красный. Все раз съпалом. Следующая схватка. Счёт 4,4. Опять же, количество ветерей, ственный балл. Кусинирую 4, averaging 10 баллов atoms только один. И 3 балла, за рубрендерей. У нас здесь… Зелененький. Правильно. Синь. Ты как-то умирал. Синяный раз. А ты видишь два света. Нет, я вообще… Бертоники все не взяли, синя. Разные бертоники. Я зайду туда сам в 10-х момент. Нет, так, надо вообще задать. Следующий расхват. Чет 7-7. Ну, когда при загрязнении, да, при загрязнении, это у вас как красная тряпочка. Шатранный. Есть предупреждение у кого-то. Значит, количество технических баллов будет в пользу соперника. Побеждает у нас красный. И вас планет тверд. Дальше ситуация. 4-4. Здесь, пока вот видите, предупреждение нам помогает. Дальше. Что у нас здесь? Красивый. Разные два с половиной трех. Здесь у нас действует правило количественных технических баллов. Следующий момент. Следующий шланг. 8-8. Синий. 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 Пункт второй. То есть количество технических баллов одинаковых, пункт второй – количество технических баллов. У синего центром 4 балла, она перевешивает. Синий. Синий. Красный. Ошибается. Счет 2-2. Кто побеждает? Красный. 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 Синий. Синий. Кто за красного? За красного? Поднимайте руки. Вынимаете руки. Это у нас. Викторина. Кто за синего? Опять давайте смотреть. Пункт первый – количество технических баллов одинаковых. Красный технических баллов одинаковых. Одинаковые. Одинаковые. Последняя церковь за техническое действие. Синий. Все правильно. Синий. Хоть красный получил последнюю оценку, но она за предупреждение. Техническая оценка, последняя у синего. И в этой ситуации многие ошибаются. Вот здесь надо что-то понимать. Прямо по кругу правил. Количество, качество и последняя техническая оценка. Здесь у нас побеждает у синего. То есть вы прям по кругу идете градация и выйдете на не ошибки. Идет деградация. И вот момент счета 1-1. В этой ситуации кто нас побеждает? Последняя оценка за предупреждение. Вот здесь вот красный последний получил, выцепил балл, нагонял синего предупреждения. По последнему предупреждению он и побеждает. Смотрите, а вот на этой ситуации, здесь у нас технический балл. Вот здесь последнее предупреждение перемешиваем, когда нет технических оценок. Даже если мы приоценим технические вот так вот, они на них. Мы уже на предупреждение не смотрим, мы смотрим на технические оценки. Здесь опять же красный. Если было бы, как в первой ситуации, наоборот, 1-1. Здесь мы уже смотрели на последнюю техническую оценку. Но раз у нас технических концертов нету, соответственно, по последнему предупреждению, вот последний путь из этих проектов. Техническое количество одинаковое, качество одинаковое. Технических концертов нету. По последнему предупреждению. У нас побеждает, что красный, два с половиной, салей. Это что касается, есть записка. Обязательно обводите победителя овальчиком, наигравшего зачетника, это лишнее страхово. Хорошо заполненный протокол помогает секретарю грамотно вести протокол. Потому что если это соревнование уже вперед, потом уже изменить что-либо больше, сколько. Так, теперь переходим к самому по-меселому. Жерезь для всех очков. Приктивальная схема. Мы рассмотрим криктивальную схему на примере одной подропы. То есть у нас соперник, борцы трешиваются, жеребятся, выставляются по ранжеру, по жеребью. Дальше, трех делится пополам. Если четное количество половина в первой подропы, половина в второй по-меселому. По порядку, по службе. Если количество нечетное, то в первой подропы всегда на одного больше. То есть в первой подропы, она будет больше. То есть вот этот лишний, нечетный, идет в первую подропу. 12 человек, 9 пополам, 1-8, 2-7 и так далее. Далее, расписывая первый круг, вы смотрите, четное у вас количество нечетное. Если количество нечетное, соответственно, спосме наибольшим номером по жеребию, самый нижний по группе, становится свободным. И при расписывании пар есть правило, верхний берет грибневого, с тем не бороться. То есть первый берет здорового, третий – четвертого и так далее. Но в фотоаполе мы записываем номер соперника, с которым он борется. То есть первый у нас борется со вторым. Это было бы... Была информация. В первом круге, первый номер, два, два, борется со вторым. Расписываются пары, выдается протокол кода встречи, который мы с вами в судейские записки ввели. Проводится круг, дальше идет запись. Результат. Мы записываем результат, когда они отборолись. Мы записываем результат встречи. Если вы будете секретарем ввести протоколы, даже вы тренером ведете протоколы, часто я встречаюсь как секретарь, все ведется одной ручкой и информативно, неудобно. Заведите себе трехцветную ручку, красную, синюю, зеленую. Для удобства, это у меня отлучил мой пример, прошелся Николаевич, победителя, разница тем цветом, проигравшего, черным, синим. И у вас всегда индивидуально будет разница. Если у соперника там две черных обеточки, четыре, три, вы бы сразу поймете, что все, он проиграл, он может зачеркнуть. Часто, когда все это одним цветом, забывают вычеркнуть соперника, который набрал лишние штрафные очки, все, завершил соревнование, списываем ему в новый круг, кто прибегает, вы ошиблись неправильно, снисали следующий круг, то есть как бы ему показываешь, ой, да, я забыл его вычеркнуть. Когда у вас вкусноцветы, проблем не вытекает. Вот ситуация, у нас первый круг прошел, возникла такая маленькая ситуация, к примеру, борец Гуликян, вот он в данной ситуации, он на разминке, там, к примеру, или в вечер, под скальтос упал, руки сломал, отошел с гимс, не снял соревнование врачом, секретарь, после движения, записал первый круг, протокол вывесили, и там первый круг, приносит справку, Гуликян снялся. Мы его за берегу ставим в ночь штрафных, эта схватка, она считается, что не проведена, потому что он его снят врачом, и для себя вы помещаете, видите, я написал, СВС, свободен. То есть в этой ситуации борец Гуликян, Кулешов, у нас использовал право быть свободным. Если его соперник снят врачом, схватка расписана, и она не проведена, то борец Гуликян, Кулешов использовал право быть свободным. И когда ситуация в соревнованиях дойдет от того, кого делать свободным, и на него попадет очередь, то он, вот здесь, свое право использовал в первом круге. Это тоже надо знать, и, получается, отмечать у себя протоколе. Либо здесь, либо на полях, в начале протокола, по-видимому, что он свалку свою не провел, ввиду снятиясь, опять же, со свалкой. Дальше. Первый круг прошел, второй круг. Мы начинаем расписывать второй круг. Опять же считаем, было 11, один вылепил. Значит, во втором круге на свободах не будет. Начинаем расписывать. Пары по правилу, что верхний берет глистин, с кем не бороться. Первый. Со вторым боролся, значит, вперед в третьем. И так далее. Расписываем пары второго круга. Первый с третьим. Второй. С ближайшим, кем не боролся. С пятым. Здесь у нас. Ай, посмотрите ситуацию. Шестой. Здесь уже немножечко свечок. Проводим. Здесь, да, предоставлю. Вчера вечер немножко ошибся. По идее. По правилам. По правилам. Шестой должен бороться с седьмым. Ну, просто сейчас это долгое переделание там сделано. По правилам. Я начал скакать. Здесь третий с первым. Пятый со вторым. Прямо сразу бросил. Выгляд забитый. По правилам. Шестой должен брать ближайшую с кем не бороться. Шестой на седьмым не бороться. Должен бороться с седьмым. И я там уже... Ладно, сейчас оставим их как есть. Но вы должны это знать. Шестой с седьмым. Восьмой с девятым. Девятый с десятым. Ой, десятый с одиннадцатым. Вот здесь вот здесь правильно. Вот здесь я немножко перемудрю. И перекидал их. Надо было подряд ставить. Потому что они и не спрашивания не будут. Ну, поэтому опять же, простите. Сейчас перенел не буду. Потому что там уже все расписано. То есть, но вот это правило надо учесть. Чтобы вверх и вперед в ближайшие. Соответственно, пары расписаны. Здесь, если, например, я отдал неправильные пары. Если вы ведете протоколы. Тренер, спортсмены. Тренеру чаще всего, если неправильные пары на ковре. Вот первые две пары составлены правильно. А здесь ошибка. Вызывает неправильно. Тренер бежит. Вы неправильно составили пар. Если никто не ведет протоколы. Вот эти пары уйдут на конер. И они будут проведены. И пойдет в следующем. Если вы протоколы вести умеете. Вы поправите секундаря. Я тут же отменю. Сватки на ковре. И справлю внизу поправку. Составлю правильную пары. И отдам правильный друг. Вот сейчас представим, что никто не ведет. Я ошибся. И борьба была проведена. Другой шаг готовится. Сватки прошли. Мы записали. Опять же, мы смотрим. Вот здесь очень важный момент. Там после того круга начинается вылет борцов. Шесть тропных. Она поэтому и называется. Спасмен, который набрал шесть тропных гачков. Соревнование вылетает. На втором кругу действуют правила. Вот посмотрите. У нас спортсмен Романов. После второго круга первый шаг проиграл чисто. Второй выиграл незначительный. Он сразу после второго круга набрал шесть тропных. Даже с победой. Даже выиграв вторую шагу, с незначительным преимуществом. По правилам, если после второго круга спортсмен набирает шесть тропных, не важно с победой, с поражением. После второго круга он набрал шесть тропных. Спасмен из соревнований пробивает. Мы его зачисляем. Ставим его кильсики по всей игроке, он вылетает. Дальше сборим. Четыре, пять с половиной. Спортсмен Зианин тоже набрал семь штрафных, а у нас на соревнования бывают. Очень важно после того, как вы записали результат, проверить, кто набрал шесть штрафных и кто у нас выбывает. И составляем пары следующего круга. Романова мы откинули, Зинина откинули, посчитали количество участников, выбивших трое. Один с минус три, восемь осталось. Значит свободы у нас нет. И составляем пары. Первый у нас уже берет в ближайшем степени бороться, в третьем бороться берет в пятом. Внизу осталось четыре человека, восьмой. Восьмой. Если у вас нет девятого, то десятый с одиннадцатым бороться. Мы подтягиваем третью пару и из четырех человек составляем пару. Значит восьмой. Берем десятого. Одиннадцатый с девятого. Пара составляется, мы записываем. То есть в первой ситуации, когда восьмой с девятым они не боролись, то тогда у нас девятый с десятым бороться. Мы не можем пару составить. Мы должны взять еще одну пару, то есть уже из четырех. Если в четвертый не удается составить пару, мы опять тягиваем следующую пару. И из шести составляем. Тогда у нас уже точно. В шестой не с третьим, а в шестой. С восьмым и так далее. Пытаемся здесь по правилам в верхний период прижайшем составить пару. Составляем. Проводим круг. Они отборолись. Также смотрим. Кто как отборолся, кто получил штрафные, кто где-то. Проверяем. Поражение на четыре штрафных остается. Вот после второго круга третий круг и так далее. Спортсмен набрав шесть штрафных с победой. Кроме победы с минимальным преимуществом в два с половиной в трем остается. Четыре штрафных. Пять штрафных. Если мы смотрим два поражения, то по-любому уже шесть штрафных. Здесь у нас шесть восемь с половиной. Товарищ зачетляется. Все мы его вычеркиваем. Пять. Четыре. Четыре. Тоже. Видите? Два поражения. Четыре людей мы из спортсменов выводим. Все гипотики стоят. То есть кто набирает больше шесть штрафных. Особенно с поражением. Если бы больше шесть штрафных с победой, то здесь надо будет не бать. К примеру, если бы здесь была победа два. Одним. Три. Два. Шесть штрафных. Но победа с неначильным преимуществом. Неначильным преимуществом. Он набрал шесть штрафных. Но вот эта победа с неначильным преимуществом два в трём позволяет ему продолжить соревнования. Если бы победа была два с половиной в трём. Вот этот вариант. В таком случае мы спортсмены должны зачехлить. Он набрал больше шесть штрафных с победой два с половиной в трём. Но это ещё будет впереди. В этом случае мы спортсмена зачехляем. Даже с победой он соревнования закачивает. Поэтому, когда вы знаете, что у вас уже на горе четыре, пять штрафных. В следующей схватке вы обязательно должны преигрывать с преимуществом хотя бы в один балл. Победа с равным счётом вас не устраивает. Поэтому, как спортсмены, вот эту ситуацию вы должны знать. Но, соответственно, тренинг настраивает спортсмена, что у тебя уже достаточно штрафных балл по любому тебе нужно. То есть людей мы вычеркнули, составляем следующий круг. Вот он у нас составился. Мы посчитали, сколько у нас осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Следующего. Нижнего мы делаем, кто не был свободным. У нас нижний, кто остался, это вот Святский. Он не был свободным, мы делаем его свободно. Здесь я просто поменял жёлтым, чтобы вы видели. Там был протокол, никто этого не примечает. Это просто, чтобы было визуально понятно. Здесь был человек свободный. Следующий по лесенке становится у нас Святский свободный. И из людей, которые у нас остались, выставляем парку. Первый берёт ближайшего, с кем не боролся. В третьем боролся. В пятом боролся. И дальше берёт восьмого. В третьем, в пятом не боролись. Проводим встречу. Сладкий спор. В челом сморить dated large-round картеров ​​. Здесь мы спорим опять же до результатов. После каждого круга починивим штрафные. Поражения. Тут же спорим, сколько у него штрафных. Два поражения. Гуля достаточно. Подставить восьмого мы его dictionхляем. С победой идём, с победой идём. Поражение. Два поражения и больше штрафных. Человеку тоже мы зачетляем. Составляем следующий круг. Вот есть интересная ситуация. При составлении пятого круга, сейчас я его удивлю, смотрите, мы перескочили через человека, такого человечка, Кулешова. То есть у нас осталось три человека. По идее, в связке у нас был свободен, следующим должен был быть свободен Кулешов. Но мы вспоминаем в самом начале, ему на схватку не явился соперник, он был снят врачом. И товарищ Кулешов у нас истратил право быть свободным. Вот в этой бы ситуации его спасло. Быть свободным, и вот эти два товарища борются с кучей штрафных на уль. Он бы по-любому попал в финальную часть. Но так как у него товарищ Дубикян подвел его, сломав руку, Кулешов свое право будет свободным и истратил. Это тоже такой немаловажный факт. То есть это надо как секретари, как тренеры учитывать. Вот опять, товарищ тренер, часто вы бежите там, а вот я как секретарь, у меня вот эта справочка есть. Я себе пометил, свободен, снят врачом. Вы как тренер, можете этого не знать. Там схватываю, а вот человек не вышел, не вызвали, там так прошелся. То есть у вас вот этой пометки нету, и вы делаете свободный Кулешов. И бежите неправильно составленный парк. Часто такое бывает, что он Шестепальный, тренер постоянно поражирует для этих спортсменов.